Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто тут русский мир ждал слога России на площади? Вы этого хотели, да? Пусти! Было тотальное непонимание, страх, шок. Было сложно жить обычную жизнь. Как это могло быть? Как такое могли допустить? Как могли решиться? Это безумие. Очень многие мои близкие и знакомые говорили, что, скорее всего, это начнется в начале января. И 24-го просто все подтвердилось, все самое страшное, чего... Ну, как бы многие люди думали, что этого не будет. Сейчас почему-то особенно тяжело стало. Не знаю почему. С чем это связано? Может, какая-то слишком усталость накопилась. Я вышла сразу же. 24-го февраля. Я поняла, что если я не выскажусь сразу же в этот день, то я не смогу уснуть. Ну, просто спокойно как-то существовать. Быстренько сколотила дома такой транспарант. Написала мне... Нарисовала голубя. Ставила вот эту надпись, табличку в снег. У меня просто начали появляться мысли, какие-то работы именно в поле искусства. И потом я создала серию, которая называется «Слушаю голоса России». Это трехчастная такая серия из трех работ. Первая работа — это такой большой костюм черный, с черным большим шлейфом, на котором на языках народов России написано мы против. Мне было очень важно подсветить вообще тот факт, что Россия многонациональная страна, что Россия — это не только русские, и что в каждом уголке России есть люди, которые против войны. Следующая работа была сделана к 1 мая. У нас в России 1 мая есть такой слоган «Мир, труд, май». И в этот день очень не хватало мира, поэтому я собрала словарь «Слово мир» тоже на языках народов России и сшила такой большой костюм птицы белой. И третья работа из этой серии — это не костюм, она немножко отличается. Это такое текстильное сердце, на котором вышит слово «боль» тоже на языках народов России. Это, наверное, самая такая сложная и при этом тонкая работа. Капрон, вот особенно этот, он очень тонкий, то есть любое прикосновение острое, оно сразу же начинает ткань расходиться. И мне очень нравится эта работа тем, что она как будто бы вот этой вот своей нежностью показывает состояние и моего сердца тоже. И как бы вот эти три работы, они олицетворяют три моих состояния. То есть первое — у меня было очень много ненависти, такой прямо злости на все, что происходит. Она черная, и там такая более опасная фраза. Потом «Мир» — это просто уже какая-то мольба о мире, а работа «боль» — это уже то состояние, в котором я нахожусь сейчас. Мой проект «Мир» — он из себя представляет керамические реплики на советские значки на тему пацифизма. Они сделаны небольшим тиражом. Там серия из семи-восьми разных значков. По одному из них смонтированы на улицах городов. Этот проект для меня — сублимация моих чувств и отношения к тому, что происходит в данный момент на Украине. Мои таблички размешаны в разных частях города Воронеж. И те, что в центре, они до сих пор висят. Кроме одной, ее пытались, я так понимаю, коммунальщики демонтировать. В других районах, к сожалению, не знаю. Но по поводу двух значков я уверен, что их уже нет на месте. Я как-то проезжал и мельком их не увидел. Половина висят, половина уже демонтирована. Посыл этих значков — просто вспомнить о той риторике, которая транслировалась нашим родителям, бабушкам, дедушкам относительно мира. Что война — это неприемлемо. И как все это изменилось буквально за несколько лет. Изначально я задумал эту перформанс как работу вообще, а не насилие в принципе. Потому что она называется «Нет». И там, как и в других моих профеминистических перформансах, главную роль исполняют девушки. Вообще объясню, что там происходит в этом перформансе. Есть белое полотно, белая ткань, которая символизирует собой ткань истории. И она пишется странами, пишется государствами, цивилизациями и некими вообще сущностями. В качестве этих сущностей выступили три девушки, которые занимались любовью и оставляли следы масляной краски на этом полотне. Также эта работа наполнена мыслью о примирении, которая стала наивной, мне кажется, еще в марте, в апреле. А сейчас вообще о примирении говорить как-то бесполезно, бессмысленно. Но, тем не менее, примирение – это, как я уже говорил неоднократно в своих постах и публикациях, примирение – это то, к чему мы должны стремиться. Точка. И очень важное слово, которое я всегда дополняю – изнутри. Результатом перформанса стало полотно, полотно истории, я его так называю, на котором, собственно, три государства, три сущности оставили следы, оставили картину. Я намереваюсь его также продать и эти средства отдать какому-то фонду, который вот как раз работает над этими вопросами. Женщины, страдающие от насилия. Неважно, где, как бы, в военное время, не в военное время, факт, что эта работа посвящена не насилию, в принципе. Я понимаю, что посылы, которые я закладываю в свою работу, они вообще не такие очевидные, но я верю, что даже если один человек из тысячи почувствует примерно то же, что чувствую я, значит, я делаю все не зря. Первый рисунок я изобразил 2 марта. Я написал просто остановить. Там я изобразил две каски, пробитые пулями. На одной каске ленточка украинского флага и другая с цветами российского флага. Ну, она простояла два дня, ее закрасили. Я тут же ее восстановил. Пока я заканчивал работу, подъехала полиция, меня забрали. Написали предостережение не пачкать стены. И только. Следующую работу я сделал, где изобразил девочку, на которую падают бомбы. Девочка в одежде цветов украинского флага и крупно написал. В тот же день меня повезли в полицию писать объяснения. И судья решил, что я дискредитирую армию. Суд назначил штраф 35 тысяч. Были у меня другие работы, но я писал крупно. Скорее-то все закрашивали сразу. Одна осталась работа в первоначальном состоянии под названием «Ностальгия», где изображены русская и украинка, стоят, взявшись за руки, символизируя дружбу. Это плакат советских времен. Но теперь эта дружба осталась только ностальгия. Были портреты, где я изображал поэтов-бардов с их антивоенными призывами, с их антивоенными строчками. Так я изобразил Лысоцкого, Галича, Евтушенко, Шевчука. Все закрасили. Думаю, что люди замкнулись, видя такое необычное решение государства. Многие подумали, видимо, там наверху виднее. Мы не все знаем. Если я касаюсь каких-то негативных сторон жизни и промолчу, то, значит, я соучастник. Но я соучастником не могу быть. У художницы, у художников есть инструмент. Даже вот в той ситуации, в которой мы сейчас оказались, когда цензура просто душит максимально, у нас есть инструмент, который помогает нам не молчать. И я просто им пользуюсь. Я не знаю, к чему это приведет, повлияет ли это на кого-то. Но просто делаю, как считаю, нужным. Искусство не должно молчать по одной очень простой, очевидной причине. Я верю, что когда-нибудь все войны обязательно закончатся. Война травмирует людские души. И я верю, что души можно вылечить. Я уверен, что их нужно лечить. И одним из способов такого излечения является искусство. Вообще искусство – это проявление чувств, выражение эмоций, трансляция своих мыслей. Если настанет время, когда искусство будет молчать, ну, наверное, это конец цивилизации, что ли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok